Добрый вечер, уважаемые зрители! Хайрлики с хурматной тамаши салары! Вас приветствую коллективы детской музыкальной школы и детского сада Гуна-Зиран. Бутересейки макиндаги, юнув салюты фестиваля и канны, бюйк ботан хушыным, алмыш бишенцы, юнув кунинар налган кисенен башлайвы. Мы посвящаем свое выступление бойцам невидимого фронта, людям, которые своим творчеством приближали день победы, людям, чьи произведения поддерживали боевое настроение бойцов, помогали не падать духом в трудную минуту, в тылу и на поле брани, тем, которые донесли до будущих поколений весь ужас войны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Беспросветной ночи на целых четыре года. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Звучит седьмая симфония Дмитрия Шестаковича, ленинградская, написанная и исполнена в блокадном городе. Шла прямая трансляция по радио. Немцы, слушавшие эту музыку, были потрясены. Они досчитали город мертвым. Позже они признавались. Тогда, 9 августа 42-го года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, стран и даже смерть. Сотворение, написанное в блокадном Ленинграде Ольгой Бергольцем. Мне скажет армия, я вспомню день зимой, январский день 42-го года. Моя подруга шла с детьми домой, она несла с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели, взглянул и вынул хлебный свой паек. Трехсот граммовый, весь обледенелый. И разломил, и детям дал чужим, и постоял, пока они поели. И мать, рукой серую, как дым, дотронулась до рукава шинели. Они расстались, мать пошла направо, боец вперед, по снегу и по льду. Он шел на фронт, одолевая бред. Все время помня, нет, не помня, зная, что женщина глядит ему во след, благодаря его, не укоряя. Теперь ты понимаешь, почему нет армии на всей земле любимой, нет преданий ее народу своему, великодушней и непобедимей. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы знаем немало примеров, когда несколько лет в истории страны перевешивают иные столетия. Четыре года войны вместили в себя целую эпоху. Это катастрофическое положение в первые месяцы войны. Это мужество советского народа на оккупированной территории, партизанские движения, самоотверженность людей в тылу, умелые действия подполководцев, героизм солдат. Но наиболее важным решающим был разгром немецких войск под СССР. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В трудных условиях военных лет Труженики тыла делали все возможное, а еще более невозможное, чтобы приблизить час победы. С каждым днем становилось все меньше мужчин. На их рабочие места становились старики, на их рабочие места становились старики, женщины, дети. Из нашего совхоза на фронт ушли более 600 человек, а вернулись домой 297. Все для фронта, все для победы. Этот общепринятый для всей страны лодзур поднимал на трудовые подвиги наших односерчан. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 она. Помните через года, через века, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните! 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 Нельзя забыть в течение этот день Победа! Победа! И пущу на улице Мы верим Победа! Победа! Мы всех родителей Славяне Погибшим Слава и Слава Победа! Победа! Мы верим Славяне Победить! Победа! 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 Продолжение следует...